Всем привет! За всю историю существования канала, а каналу, кстати, на днях исполнилось 6 лет, меня еще ни разу так много не просили сделать какой-то определенный выпуск. И этот выпуск по тесту дальности максимального пробега моноколеса InMotion V14. И именно по этой причине я сейчас нахожусь на верхней велодорожке Нижней Волжской набережной в верхней части Нижнего Новгорода. Анатолий, ты что, угораешь? В смысле угораешь? Ну, ты меня попросил прийти и снять, как ты выкатываешь моноколесо. Ну, ты не выкатываешься, ты стоишь на месте. Ну, ладно, ладно, я поехал. И давайте для тех, кто впервые попал в эту рубрику, я коротко расскажу, чем я вообще собираюсь тут заниматься. Я буду пытаться проехать максимальное расстояние на этом моноколесе на максимально возможной допустимой скорости. А разрешенная скорость, насколько я помню по правилам дорожного движения, составляет 25 км в час. И для того, чтобы это расстояние было по-настоящему максимальным, я накачал покрышку для трех атмосфер. Я выбрал теплый день, но сегодня до 25 градусов. Я выбрал абсолютно прямой ландшафт. Я буду ездить все время вдоль канала, вдоль реки Волги. В общем, по абсолютной плоскости. Ну и ветер сегодня есть небольшой, но я бы его назвал умеренным. В общем, все как всегда, поэтому результаты теста можно смело сравнивать с другими моноколесами. Ну и, конечно же, давайте обговорим условия, при которых этот тест будет пройден. По калькулятору пробега на сайте yuker.ru А это, напоминаю, один из самых точных калькуляторов, на мой взгляд, который очень неплохо считает пробеги всех моноколес при различных условиях, в зависимости от скорости, выбора даже типа покрышки, температуры воздуха, веса самого моноколеса, веса наездника на моноколесе, которых я называю yuker'ами и так далее. Так вот, поэтому калькулятору это моноколесо должно проехать, ну, почти 140 километров. Поскольку я человек довольно добрый, давайте будем считать так, что если оно проедет 130 километров, то тест будет считаться пройденным. Ну и вполне понятно, что весь этот тест, он абсолютно не ради того, чтобы вычислить, сколько проедет это моноколесо. Калькулятор пробега справляется с этим вполне неплохо. Он скорее для того, чтобы поделиться с вами моими ощущениями от езды на данном моноколесе. Вот тут хотел похвастаться нашим ответом Краснодару. У нас тоже есть приличная яма на велодорожке. И, ну, конечно, Краснодар далеко впереди, у них яма более скрытая. Никто ее беленьким не обрисовал. Хотя объясните мне, пожалуйста, зачем ее обрисовать белым, когда мне кажется, ее надо доделать. Или это какая-то гордость местная, достопримечательность? Здесь упало 528 электросамокатчиков. В этом что ли суть? Звездочки мы-то рисовали, что ли? И сейчас будет первый микрорубеж, 10 километров. После этого я буду делать остановки только каждую двадцатку. Хочу еще сказать, что еще одной целью выпуска является сравнение пробега по моноколесу и по GPS. То есть понять, насколько это моноколесо подбирает. Проехала 10 километров, и моноколесо неожиданно показывает, что осталось 92% заряда. Браво in motion. Ну, как браво? Если это действительно, он реально показывает пробег, то браво. А если моноколесо работает как Кингсонг, и это колесо разряется километров через 50, то не браво. Приложение Югер показывает 95% заряда. То есть оно думает, что моноколесо проедет еще в 20 раз больше. Соответственно, 200 километров. Но нет, такого быть не может. Так что, Валера, справляй, переписывай. А вот и первый рубеж. 20 километров. Напряжение 130 вольт. Программа Югер показывает, что еще осталось 93. 93% заряда. А моноколесо считает, что 85% заряда. Блин, неужели это первый индикатор, который показывает более-менее адекватный пробег? Я просто поражаюсь, и будет очень-очень неприятно, если это так. Сегодня немного сильнее ветер, чем обычно. Поэтому в эту сторону еду сидя, проезду сидя, буду говорить отдельно. Индикатор на этом моноколесе, на солнце, на ярком, виден, ну, условно хорошо. То есть не так хорошо, как на Линксе. Считать можно. Очень понравилось, что помимо вот черточек вот этих, есть еще и проценты. Поэтому сразу можно определить. То есть 5 черточек, это может быть ведь и 81%, а может быть и 100%. И вот если это в момент важно, ты просто приглядываешься внимательно и смотришь. Ну, а я не теряю время, еду дальше. На данном моноколесе установлены подушки и упоры типа гризлопад. Мне такой вариант вполне нравится. Удобно вставать на это моноколесо, удобно слазить. В принципе, неплохо они держат ногу. В целом, они достаточно удобные. На Линксе я заказал себе такие же. Посмотрим, как будут там. И, наверное, я считаю нужным сейчас сказать, что это вовсе не обзор моноколеса Inmotion V14. Да, я делюсь своими впечатлениями, но обзор я, наверное, буду делать отдельно. Если он нужен, обязательно пишите в комментарии. И уж если мы начали говорить об этом моноколесе V14, то в очередной раз спасибо Руслану за то, что предоставил мне его на обзор. Сегодня я его обязан вернуть, потому что я уезжаю из города. Завтра я буду в небольшом путешествии на целый день. Поэтому колесо я верну. Если вы хотите, чтобы я сделал обзор на это моноколесо, обязательно напишите Руслану. Руслан, дай колесо. Напишите ему благодарность за то, что он не пожалел, не поджался на моноколесо. Не каждому приятно, когда его моноколесо накачивают до 3 атмосфер. Более того, теперь в этом моноколесе будет на один цикл заряда батареи меньше. Сейчас взял все кофе и случайно потерял крышку. И еду по нашей велодорожке по Нижегородской, которая идет по Нижневоложской набережной. И вот она настолько, эта велодорожка неровная, а подвеска настолько фигово отрабатывает мелкие вот эти неровности, что я реально опасаюсь разлить кофе. Я не могу его пить, когда еду по этой велодорожке. У меня сейчас впервые такое. Обалдеть. Я не могу. Вот у нас в итоге часто и получается, что люди с колясками ходят по велодорожке, потому что на плитке колбайсят коляски. А моноколесники с самокачками часто ездят по плитке рядом, по пешеходной зоне. Потому что, зараза, по этой велодорожке ездить на электротранспорте, ну так себе можно. Конечно, справедливости ради надо сказать, что когда я выкатывал Линкса, то никаких ассистов еще туда не завезли. Поэтому я выкатывал без них. Но даже покатавшись вместе уже с ассистами, могу сказать, что то, как они работают в инмоушене, мне лично нравится намного-намного больше. То есть у тебя просто плавненько сама электроника опускает педали. А при этом они не становятся мягкими, они не становятся качелями вот этими вонючими. Нет ощущения вот этих плавающих педалей, мягких. Здесь прям все, ну, классно и как-то очень продуманно работает. Ну и самое главное, что это дает свой эффект. То есть у меня, например, сейчас я проехал почти 30 километров, у меня стопы не затекают. И это круто. За первые два часа я проехал 40 километров ровно. Само моноколесо на индикаторе показывает 69%. Программа Юкер определяет 71 или 72. Осталось напряжение на моноколесе составляет 124,4 вольта. Следующий рубеж будет на 60 километров. И вот там сравним пробег с пробегом по GPS. Чтобы понять, насколько у нас подбирает вот это моноколесо. На 52 километрах и 59% заряда моноколесо сбросило второе деление. Их осталось три. Я, честно говоря, немного подзадолбался кататься. Наверное, не выспался сегодня, поэтому пошел в машину чуть-чуть отдохнуть. Но мой перекурчик закончен. И продолжаю. Продолжаю свою поездочку. К сожалению, колесо, пока я отдыхал, отключилось. Само видно, пока стояло. У Кингсонга, видно, алгоритмы взяли. Поэтому, видно, пробег сбросился. Ничего, у нас есть общий пробег. Будем ориентироваться по нему. Вот это ничего себе. Проехал 60 километров. 60 километров на колесе показывает. Осталось 53% заряда. То есть оно уже само. Честно признает, что больше 120, оно, похоже, не пройдет. Что довольно странно. Что меня больше всего еще удивляет. Я еду 25 километров в час. Сегодня нет какой-то там лютой жары. На улице сейчас, ну, может быть, 24-25 градусов. Мотор у моноколеса, мотор теплый. Вот это да, блин. Это значит, куча энергии уходит на то, чтобы гореть мотор. Вентиляция-то у него хорошая. В общем, это все довольно странно и попахивает реально маленьким пробегом. Ну, поедем, посмотрим. Сейчас небольшой у меня перерывчик. 53%. Ах, да. И напряжение, напряжение. Забыл сказать. Напряжение. А у нас обрыв связи с колесом. Почему-то. Что здесь такое? Непонятно. Ну, ладно. Обрыв и обрыв. По-моему, 119 целых и две десятых вольт, насколько я помню. Сейчас у нас подключено. То есть, что-то у меня еще и связь иногда отваливается. Но это вообще странно. Да, 119 целых и три десятых вольта напряжение на моноколесе сейчас на аккумуляторе осталось. Ну, то есть, в принципе, уже, так сказать, скорее всего, половину пробега-то мы уже преодолели. И да, на рубеже 60 километров я обещал рассказать, насколько же подбирает приложение моноколеса. Так вот, оно подбирает почти на 10%. То есть, по приложению моноколеса, его пробег сейчас 65,5 километров, а по GPS он едва ли достиг 60. Так что, кто хвастается пробегами на моноколесе и на моушен V14, будьте осторожны. И все бы ничего, фиг с ним с 10%. Но, обратите внимание, у меня покрышка сейчас накачана до трех атмосфер. То есть, если вы его докачаете до двух, ну, что вполне нормально для этой покрышки, подбирать будет еще больше. И давайте немного поговорю про подвеску. Когда я выкатывал Паттона, ко мне подъехал Руслан. И я сравнил тогда Паттона и моушен V14, на который Руслан поставил новый амортизатор. Ну, как новый? С более слабой пружиной. Что, в общем-то, неплохо отразилось. И я сказал, что, вы знаете, типа на V14 мне подвеска нравится. Теперь, возможно, даже больше, чем на Паттоне. Так вот, сейчас это моноколесо с тех пор прошло уже около тысячи километров. И я сейчас еду, вы знаете что? У этой подвески достаточно, я бы сказал, серьезное страгивание. Ну, серьезное в том плане, что фиговое. Вот она страгивается, ну, мягко говоря, не очень. То есть, потом она работает нормально, мягко, все дела. Может, покрутить еще надо под себя, да? Руслан насрал под себя, я бы, может, под себя как-то по-другому покрутил. Но сейчас страгивание, вот, прям именно страгивание, не очень. Прям не очень. Поэтому все маленькие кочки, я прям хорошенько так чувствую. Не нравится мне это. Ох, не нравится. Ну вот, на 78 километрах у меня погасло третье деление. Осталось еще два. Ну, то есть, если индикатор линейный, то я проеду еще 52 километра. По напряжению сейчас 114,4 вольта. Это примерно 3,5 вольта на ячейку. То есть, там, честно говоря, даже 40% уже, скорее всего, нет. Я поздравлю, что InMotion вообще до 3 вольт позволит только разряжать. Ну, поехали, посмотрим. Осталось в любом случае немного. Что-то я сейчас ехал и задумался о вольтах, о градусах на двигателе, а проще лабуде. И в итоге проехал рубеж 80 километров. Сейчас у меня уже на одометре 81,5 километр. Напряжение 113,3 вольта. Кстати, не больно быстро садиться. Но, тем не менее, конечно же, убывает. Ну, и пробег по приложению, который у меня, кстати, немножко отваливался, так что, может быть, он еще не добирает. 88 километров. Ну, то есть, продолжает врать порядка 10%. Будете кататься на InMotion V14, учитывайте это. А я еду дальше. Гадаю, сколько он проедет, но уже понятно, что, похоже, тест там сколько ему, 130, 140 дал. Нет, 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 нету, 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 нету. И не в этот раз, и не с таким тяжелым дядькой. Ездить, сидя на этом моноколесе, теоретически, конечно, возможно. Ну, неудобно, просто жутко. Я, честно говоря, не знаю никаких больше современных мощных моноколес, на которых так хреново было бы сидеть. Я чувствую себя не как на унитазе, а фактически как на детском горшке. Единственное, на что мне остается надеяться, что никто из знакомых меня вот в этом положении не увидит. И, конечно, можно купить сидение, и оно будет немножечко повыше, и даже немножко будет смещено назад, и даже филеечку будет куда положить, но все равно это неудобно. Первый, самый большой рубеж позади, я подозреваю, что других рубежей, возможно, не будет. Итак, 100 километров. По параметрам у нас напряжение 103,9 вольта. Программа Юкер показывает, что осталось 0% заряда. Валера, как же так, со 105 вольт показываешь 0, но 104 вольта, это, по-моему, 3,25 на ячейку, но никак не 0. Ездить еще можно, тем более на 50С, почему бы нет. Вот, ну и общий пробег по приложению, поэтому он немножко, наверное, я думаю, что чуть-чуть пропустил. 110 километров, 110 километров почти, 108,4, если быть точным. Ну и 100 реально, то есть продолжается около 80% погрешности. Ну а я долго не зацикливаюсь, поеду дальше, у меня на индикаторе еще 20%, посмотрим, на что способен. И вот я даже не успел проехать 101 километр, как у меня уже 19% оставшегося заряда. И осталось только одно деление, которое вдруг загорелось красненьким. И его фактически не видно, то есть выглядит на солнце, как будто делений больше нету. Да, так сказать, это 0%. Юкер считает по-прежнему что-то 0%, напряжение 103 вольта. Ну и существует только один способ узнать, сколько оно еще проедет. Ну и вот, ровно на 15%. Моноколесо пропикало 5 раз, явно мне о чем-то сигнализируя. Пообщался с другими ребятами, у кого есть V14, они сказали, что так оно сигнализирует о том, что мощность оно уже ограничило. Это же Inmotion, это про безопасность. А безопасность и скорость разные вещи, поэтому быстро ехать мы больше не можем. Но мы быстро не собирались, поэтому стоит 22 килограмм в час, и я пока еду. Иногда даже 25. Экранчик у меня показывает 14% оставшегося заряда. Напряжение 97 вольт. Ну, то есть уже фактически по 3 вольта на ячейку. Скоро, скорее всего, будет финал. Сегодняшний тест я начал в 10 утра, прям в 10 ровно. Я стартанул, поехал. Поначалу ехал довольно бодренько, но потом меня сначала разморило в машине, потом я решил что-то передохнуть, потом еще перекусил. Потом подъехали ребята, мы простояли, наверное, час проболтали. Пришлось кое-чего отдельно доснять, для того, чтобы ролик получился интересным для вас. И вот сейчас 6 вечера, а я до сих пор еще еду и никак не могу выкатить от моноколеса, хотя у меня пробег даже еще не приблизился к 110 километрам. А напомню, я ожидал от этого моноколеса 140. И еще в самом начале я надеялся, думаю, блин, как быстро убывают проценты. Inmotion, молодцы, сделали классный индикатор, абсолютно правильный, который сейчас нам показывает. Нет, оно жрет как не в себя, вот в чем дело. Уууу, ну вот, пик-пик-пик, он уже не дает мне ехать даже 18 или 17. Оператор, стой, оператор! Нет, ну вы что, серьезно? 13% он задрал педаль и типа что, все? Это я у него отключил мотор. Сейчас попробую включить, посмотрим, что он сделает. Давай, родненький, поедем домой. Ну, до машины, пожалуйста, 13%. 13% ну хорош! Ты что, прикалываешь что ли надо мной? Вот. И если не дышать, посмотрим, сколько он проедет. Оператор, поехали! Не быстро, не быстро, не быстро. У нас 13%. Та-ра-ра-ра-ра-ра! Блин, зараза! До машины километра 3, наверное. Может быть, 2. Я как-то не ожидал такого подвоха на 13%. Ну, понятно, 97 вольт, это по 3 вольта на ячейку. В принципе, спасибо, что позволил мне до 3 вольт докатать. Знаю, что для Inmotion это как бы очень неплохой результат, что он позволяет до 3. Но здрасте, Новый год! 13%! Нафига показывать 13%? Если ты уже не едешь. И я так понимаю, что он позволяет ехать и не сдирает педали, пока не пробьешь отметку 96 вольт ровно. Что означает 3 вольта на ячейку. Вот сейчас у меня 96,4. Я аккуратненько так еду. Не дышу. У меня по-прежнему 13%. Я хочу доехать до машины. Вот. И уже около машины буду его выкатывать до Талова. Все. Пик-пик-пик. И педали выросли. Это жопа. Короче, я прямо искренне верю, что вот в такой истории должен быть какой-то режим «поехали домой». Ну, ветераны есть. У В11-го у Inmotion тоже был. И здесь сейчас я тоже буду искать. Короче, ребята, это вообще какая-то сармота. То есть на 13% он у меня полностью отрубил мотор. Я встал вот прямо посреди велодорожки. Я сейчас с нее, конечно, свалю. И все. Ну, то есть... Он не держит горизонт вообще. Ну, то есть никак. Показывает 13%. И ничего. Даже если его отключаешь. Включаешь. До машины 2 километра. Я первый в такой ситуации. С моноколесом. Я выкатал, наверное, десятки моноколес. Я просто растерялся. Я просто не понимаю, как это вообще вот так можно сделать. 13%. Горит один индикатор. Типа он есть. Все. Приехали. Блин, я такого унижения вообще не испытывал ни разу с колесом. Это что такое? Что не так, как я должен с этим идти теперь? Оно даже вообще не держит горизонт. 13%. 13%. Что за херня? Инмоушен. Не остановлюсь. О! 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 Заработал. Неожиданно. Ни с того, ни с сего. Не дышим. Аккумулятор восстановился. У нас режим комфорт. Сколько-то я сейчас проеду еще. Не подводим итоги пока. Не подводим. Ну, в общем, короче, да. Как только он проламывает границу 96 вольт, он моментально сдирает педали. И все, с этого момента ехать невозможно. Поэтому вот второй раз я попытался на него встать. Второй раз я проехал, наверное, метров 100 от силы. И он опять задрал. Поэтому с этого момента я считаю тест завершенным. Все. Айда к машине. Пока он еще, ну, не выключился. Не отрубил мне горизонт. Дотолкаю до машины. И будем подводить итоги. Ну, чего же. Мое фактически уже традиционное место подведения итогов. Inmotion V14 смог меня поразить. К сожалению, со знаком минус. Итого, с полной зарядки аккумулятора до поднятия педали. Когда моноколесо уже изо всех сил просто отказывалось ехать. Inmotion V14 прошел 108 километров. Знаете, какое 108 километров? 108 километров это то, сколько проходит моноколесо Кинсонг 16X. Ну, там аккумулятор полторы тысячи ватт-часов. В Inmotion V14 2400. Вы чувствуете вот эту огромную-огромную пропасть? Между 16X и V14. S19 с аккумулятором 1800. И я считаю, что он показал очень плохой результат. Он прошел 100. Inmotion V14 108. Вы что, серьезно, что ли? Итак, на что можно списать такой грустный результат? Да, покрышка. У нее большой протектор. Протектор мягкий. Но нет, столько он сожрать, конечно же, ну не может. Погода. Погода нормальная. Сегодня вот весь день, сколько я ездил, было где-то от 20 до 25. Ну, фактически, как всегда. Бывало иногда чуть жарче, но тоже на это не спишешь. Да, был ветер. Ветер был достаточно сильный вот в ту сторону. Ну, относительно сильный. Но я, когда ехал против ветра, я фактически всегда ехал сидя. Когда я ехал по ветру, я ехал стоя. Поэтому, в принципе, как правило, это его действие нивелирует. Что еще остается? Да почти ничего. Вес 40 килограмм. Извините, у Паттона 40, у Линкса 40. И Паттон прошел значительно дальше, чем Inmotion V14. На что еще пенять? Я не знаю. Окей. Тут мне ребята в чате подсказали, с которыми я общался, пока ехал. Потому что мне было вообще сегодня весьма тоскливо весь день ездить. Подсказали, что этот мотор вообще не особо рассчитан на такие скорости. На нем надо ехать быстрее, тогда у него энергоэффективность будет чуть больше. Но, ребята, 108 километров. 108 километров. 2400 ватт-часов на Самсунгах 50С. Я не знаю, что сказать. Я просто в какой-то растерянности. Я очень рад, что я сейчас пойду домой. Потому что, по идее, теоретически, я должен был кататься бы еще один или два часа. Вот. В темноте. А тут все. Я колесо уже погрузил в машину. Еле его дотолкал до машины. Отключился он просто отвратительно. Если вы не смотрели, пролистайте назад, посмотрите, какая это была жопа. На 15 процентах он еще ехал, и все было нормально. Он ехал там, я постоянно разогнался 28-30. Ну, то есть, за 30 я его догнал. Смотрю, едет нормально. И это было 15 процентов. Как только 13 процентов, он просто... Все. И даже за ручку его катить было невозможно. То есть, если его выключишь, все, он уже больше не встает. В общем, я в большом недоумении. Я в разочаровании. Пишите, что думаете вы, как вы считаете, нормально ли это. Может, вы знаете какие-то другие объяснения. Может быть, я не знаю. Может быть, я много веса набрал или что у меня. Ключи тяжелые в кармане. Что не так? Я сегодня за весь день съел одну булочку специально, чтобы быть легче. Я сделал все, чтобы он проехал. Не вышло. Но единственное, что здесь точно очевидно, это то, что заряд батареи переходит в обогрев электродвигателя. Так что, дорогие мои друзья, все, пожалуйста, покупайте Inmotion V14. Если каждый купит по Inmotion V14, снега этой зимой не будет. И мы сможем продолжать сезон круглый год. Ну, а что касается разбега по элементам, то разбег составил 0,03 вольта. Много это или мало, я судить не берусь. Решайте сами. Мне кажется, вполне и вполне нормально. Это при полной высадке батареи. На этом все. С вами был Анатолич, канал Чертово Колесо. Мои 8 часов, посвященные моноколесу Inmotion V14, подошли к концу. Я рад его погрузить в багажник. Сейчас заряжу, отвезу Руслану. Если нужен обзор на это моноколесо, если вам интересно мое мнение, что я о нем думаю, все-таки за сегодняшний день я уже много сформировал своих каких-то эмоций, впечатлений, если нужен обзор, пишите, все сделаю. До встречи! Зараза! Заново! Оно издевается надо мной. Оно правда издевается. Сейчас я приеду еще раз. Хреново я сказал. Заново. Все, заново. Приехал хоть на.